Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ, каждый будний день в 8.35 и в 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Радио Крым Реалии Сегодня поговорим о том, для чего создают подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя на материковой части Украины, какие функции будет нести это новое подразделение Министерства внутренних дел, чем продиктовано необходимость создания новых крымских правоохранительных органов на материковой части страны. Об этом поговорим после того, как послушаем сюжет, подготовленный нашими коллегами. Крым в центре внимания Министерство внутренних дел Украины создаст патрульную полицию Крыма. Об этом сообщил глава нацполиции Украины Сергей Князев. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время заседания коллеги ведомства подтвердил эту информацию. Такие подразделения будут созданы и они будут работать на других делах до тех пор, пока не будет извинений от оккупантов Крыма. А потом готовые подразделения будут там работать. На новость уже отреагировали в Крыму. Депутат Госдумы от аннексированного Крыма Руслан Бальбек выразил уверенность, что планы украинского МВД останутся на бумаге. А замглавы подконтрольного России правительства Крыма Дмитрий Полонский заявил, украинские власти создают новое подразделение исключительно для получения денег из госбюджета. Почти все подобные инициативы представителей украинской власти нужны только для этого. Вспомните, как они знаменитый забор Яценюка строили на границе с Россией. Все это делается ради того, чтобы деньги получить, списать, отчитаться о результате и раструбить о каких-то мнимых победах и бонусах. Осталось у них, грубо говоря, две патрульные машины, да и то заправить денег нет. Думаю, в центре Киева они нарисуют условную карту Крыма и в его пределах полуостров будет охранять патрульная машина. Это будет большим прорывом и победой ведомства Арсена Авакова. По планам МВД Украины новое спецподразделение патрульной полиции по Крыму и Севастополю организуют в течение года. Крым в центре внимания Это радио Крым. Реалию микрофона Татьяна Курманова. Говорим о создании патрульной полиции Крыма. С нами на связи спикер Главного управления национальной полиции ВРК Севастополя Владимир Шаблиенко. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Владимир. Чем необходимо было создавать патрульную полицию Крыма? Чем это основано, это решение господина Авакова? Ну, по-первых, будем говорить, что это вимога была сегодня. Это было основным. Были как раз эти вопросы, которые начали возникать во время работы Главного управления. Поэтому на голове национальной полиции Украины было создано специальный подраздел, который будет расположиться в городе Херсон и выполнять функции на него на лінію размноживания между материковой частью Украины и анекциональным півостровом Крым. Подраздели расположиться на межах самонаселених пунктов Чангар, Чаплинка и Каланчак. Это те перепускные пункты, которые сегодня работают в рабочем режиме и на отпуск и выпуск мешканцев как Украины, так и мешканцев, которые сейчас находятся на анекциональном пивострове. Сейчас тревают начальственные организационные заходы по размещению особого склада. Знайдено помещение, где будут дисликуваться подраздели превентивной деятельности, криминальной полиции. Створятся все условия для работы безусловно на контрольно-перепускных пунктах, которые я перераховал ранее. Владимир, Вы сказали, что вызвано создание патрульной полиции Крыма тем, что есть определенные вопросы в работе главного управления. Какие именно вопросы? Это вопросы, которые связаны безусловно с подразделениями жителей пивострова, которые возвращаются сюда на материковую часть, с вопросами, которые связаны с правоохранной деятельностью. Те, которые относятся к компетенции полиции. Поэтому эти подразделения были приняты решение разместить как можно ближе именно к межи размещения. Давайте еще раз подробнее. Какие именно подразделения будут работать в составе патрульной полиции Крыма? Значит, сейчас идет процесс комплектирования особенным складом. В этом вопросе дает помощь ГОНП в Харцунской области. Самое это управление сегодня я основным донором кадров для новостроенного подраздела. Кроме того, наказом главы национальной полиции створена також патрульная служба, куда наиболее время будет оголошен набор. Смиротники патрульной полиции на загальность состава пройдуть навчание, а по закінчению подготовки выйдут для несения службы на автошляхи по маршруту от населенного пункта Стрелково-Генеческ-Херсон. Это будет маршрут для службы национальной деятельности, самым подразделом патрульной полиции. С этого вопроса уже распространяется и ответственные заходы. А на перепускных пунктах Чангар, Чаплинка, Каланчак будут работать подраздели превентивной деятельности и криминальной полиции. А личный состав, вы сказали, будет объявлен набор. Сколько планируете набрать человека, укомплектовать полицию? Питание щодо чисельности, давайте зараз мы это трошки опустим. Эти питания, вы говорите, уже будут... Можно будет озвучивать и тогда, когда будет сформованный уже подраздел. А что касается превентивной и криминальной полиции, ну, в целом, где-то порядка, будет этот отдел нараховывается порядка 30 человек. А превентивный, да, вы говорили, подразделение превентивное. Объясните, чем будет заниматься, чем занимается уже? Это обеспечение охороны публичного порядка. Это туда будут входить также споробитники, подраздели дельничных офицеров. Они будут перебувати сам на перепускных, на территории, где межа знаживания с перепускными пунктами. И там приймати, будем говорить, все заявы, скарги, або все звернения громадян, которые будут до них надходить. Ну, в основном, это будет стоять этих людей, которые будут перетинать межу территории окупованного Крыма. То есть, если какие-то проблемы возникли на границе, при пересечении границы, можно будет обращаться туда, да? В подразделение, превентивное подразделение полиции. Да, самое так. Находящиеся в Херсоне еще раз, да? В Херсоне это будет основная база их расположения, а, как я говорил ранее, будут расположены на пунктах, также, что працанники наши на перепускных пунктах Чангарча, Плинка, Каланчак. Беспосредственно, я говорю, что самое на межи размноживания. И новое спецподразделение полиции вы планируете организовать в течение которого времени? Это, значит, вопрос стоит, как можно, быстрее, потому что это вымога времени, то нет у нас, будем говорить, никакой возможности на раскачку. Чем быстрее мы запустим эту работу, тем легче будет начать это нам самим. Поэтому мы это прекрасно понимаем. Есть вопросы, конечно, связанные с облаштованием, с набором кадров. Эта работа уже распочалась, может, с нового года, и тревает процесс. Если, в целом, сказано, что в протяжении года, будем стараться, как можно, скорее всего. Ну и вопросы с помещениями, как вы говорили, решаются еще, то есть непонятно, где именно будет дислоцироваться подразделение? Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был спикер главного управления национальной полиции ВРК Севастополе Владимир Шаблиенко. Важные события. Спорные заявления. Последние новости. Горячая тема. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалий. Это радио Крым Реалий. У микрофона Татьяна Курманова. Еще раз напомню, номера телефонов 8 800 10 06 926, если вы в Крыму. Если вы житель материковой Украины, 044 490 2905, нам важно ваше мнение. Кроме того, вы можете писать свои вопросы или высказывать свое мнение под нашей трансляцией в Фейсбуке. Напомню, что сегодня говорим о создании патрульной полиции Крыма, о которой недавно заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. А с нами на связи Скиндер Бориев, глава правления Крымско-Татарского ресурсного центра. Здравствуйте, Скиндер. Доброе утро. Как вы считаете, заявление Авакова о создании патрульной полиции Крыма является ли это политической инсинуацией, как это уже называют на полуострове, либо это реальный план действий, который будет в ближайшее время воплощаться в жизнь? Я считаю, что этим вопросом еще нужно было заниматься три года назад. И то, что сегодня наконец-то создается патрульная служба именно национальной полиции Автономной Республики Крым, я считаю, что это очень правильно, потому что не должна национальная полиция, АРК, находиться где-то в Одесской области. Она должна находиться на приграничной территории. И об этом мы говорили неоднократно, потому что она должна заниматься, выполнять свои функции, она должна заниматься оперативными действиями на приграничной территории. Ведь все вот эти вот процессы, которые происходят, и первый контакт с неоккупированной территорией людей, приезжающих из Крыма, как раз-таки он находится в Киртонской области, происходит этот контакт. Поэтому национальная полиция должна проводить работу, оперативную работу, выявлять потенциальных преступников. Кроме того, у нас есть информация, что есть в разработке у спецслужб Российской Федерации внедрять элементы ОПГ на территорию Украины, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию. Как раз-таки это прямая функция. Кроме того, я считаю, что для того, чтобы выстроить эту правильную работу, у нас есть еще проблема подсудности. То есть подсудность утистских судов нужно перевести обязательно в Киртон. Для того, чтобы облегчить процесс оформления документов и, соответственно, приведение соответствия всех норм. Допустим, мы столкнулись совсем недавно с той ситуацией, когда в отношении бывшего министра здравоохранения, так называемой Республики Крым, происходили процессы. Поэтому нацполиция должна, соответственно, работать на приграничной территории. А суды и подсудность судов должна быть в Киртонской области, для того, чтобы оперативно совершать все действия для обеспечения безопасности на территории Материковой Украины. Да, и мы с вами неоднократно говорили о том, что очень долго создавалась прокуратура Крыма, которая теперь спустя три года стала активно работать. МВД Крыма за пределами полуострова стала работать не так давно. Вот теперь спустя три года настало время для патрульной полиции. В Крыму уже заявили, что, скорее всего, парочка патрульных машин, как сказал Дмитрий Полонский, я напомню, это замглавы подконтрольного России правительства Крыма, в общем, говорит он о том, что этих парочек машин не хватит для того, чтобы обеспечить безопасность Крыма. Но здесь же вопрос, как я понимаю, в другом не обеспечении безопасности Крыма от жителей Украины, от крымчан, а сбор помощи и обращений от людей, пересекающих границу. Конечно, в первую очередь это оказание помощи именно людям, которые приезжают на Материкову Украину из оккупированного Крыма. Во-вторых, это оперативные действия для временного выявления преступных элементов. И третье, это чтобы обеспечить оперативность вот всех этих процессов. Поэтому непосредственно в Автономной Республике Крым должна заниматься национальная полиция в Автономной Республике Крым. И я считаю, что это в том числе большая заслуга представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, которая активно работала в этом направлении. И я думаю, что то, что сегодня происходит, это то, что должно было быть сделано раньше. И я не думаю, что это просто политические инсинуации какие-то. Я считаю, что это те действия, которые необходимо проводить сегодня и как можно быстрее. И, как я уже сказал, и относительно судов, и относительно прокуратуры, и относительно СБУ, для того, чтобы мы действительно приближались к деоккупации Крыма. Для наших слушателей, возможно, вы напомните об этих процессуальных ступенях, о которых вы упоминали. Для чего необходима работа вот таких органов за пределами полуострова? Для того, чтобы, как я уже сказал, когда мы говорим, что СБУ должна выполнять свои функции. Если мы говорим о национальной полиции, то я уже сказал, что они должны четко отслеживать эти процессы. Фиксировать нарушения. Фиксировать, да, нарушения прав человека. И, кроме того, первое, опять же, иметь контакт с теми людьми, которые являются жертвами репрессивных действий. Ну и, соответственно, проводить профилактику по внедрению таких вот элементов преступных, которые могут оказаться на нашей территории. Что касается прокуратуры, то, соответственно, проводить, опять же, определенные действия в рамках своей компетенции. Соответственно, своевременно заводить уголовные дела и иметь прямой контакт с пострадавшими от репрессий к Крыму. Ну и, соответственно, собирать необходимую информацию. Ну и СБУ, конечно, они должны работать над тем, чтобы обеспечить, не обеспечить, скажем, безопасность нашей страны. Кроме того, когда мы говорим о приграничной территории, вот как раз таки вот эти все органы, они как раз имеют достаточно полномочий для того, чтобы вести взаимодействие и с людьми, проживающими гражданами Украины на приграничной территории. И вот мы в этом плане сейчас активно работаем, и в этот четверг мы планируем провести общественные слушания в поселке Новоалексеевка по открытию центра предоставления административных услуг. В первую очередь цель состоит в том, чтобы создать подобный центр для обеспечения услуг, в том числе для людей из оккупированной территории. И мы на эти общественные слушания обязательно ждем, мы направили приглашение и главному управлению службы безопасности Украины в автономной республике Крым, и представительства президента в автономной республике Крым, и, соответственно, национальной полиции. Потому что и ДМС, но в ДМС у нас нет управления в Крыму, но в Херсонскому управлению. И я думаю, что совместными усилиями мы сделаем все, чтобы максимально создать условия для обеспечения административными услугами наших соотечественников. Ну и, собственно, центр территориальных услуг должен находиться на границе, и там должна быть и патрульная полиция, как я понимаю. Да, да. Смотрите, здесь есть несколько разных моментов. Если мы говорим о национальной полиции, то однозначно патрульная служба должна присутствовать непосредственно на границе в том числе. Но там, опять же, должны быть разделены действия между пограничниками и полицейскими, потому что у каждого свои функции. Пограничники не могут выполнять функции в национальной полиции. Что касается административных услуг, то, на мой взгляд, моя позиция, что они все-таки должны находиться в ближайших населенных пунктах. Потому что люди, когда приезжают из Крыма, они должны приехать в населенный пункт, где они могут, кроме получения административных услуг, там, допустим, воспользоваться любыми другими услугами. Все-таки это населенный пункт. А на границе невозможно обеспечить всеми такими возможными необходимыми средствами. Поэтому я считаю, что такие центры предоставления административных услуг должны быть в Каланчике, в Новолексевске, в Ченгаре, в Партизанах, в Крымково называется. То есть именно в населенных пунктах. И само открытие центров административных услуг, они связаны с активностью или позицией территориальных громад. И вот здесь мы провели огромную работу для того, чтобы территориальная громада изъявила желание открыть такой центр. Потому что дальнейшее финансирование будет осуществляться за счет бюджета местных громад. И мы будем следить за этими событиями тоже, потому что центр территориальных услуг, мы тоже неоднократно эту тему в своих эфирах обговаривали. И будем следить за ее развитием. Спасибо большое. Эскендар Барив, глава правления Крымско-Татарского ресурсного центра, был на связи со студией радио Крымреалии. А мы сегодня, напомню, говорим о создании патрульной полиции Крыма. Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105 и 9 ФМ круглосуточно. Это радио Крымреалии. С нами на связи украинский политолог Олег Саакян. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. В СМИ украинских очень мало информации о создании патрульной полиции Крыма, кроме заявления Арсена Авакова о необходимости создания подобных подразделений. Зато российские СМИ уже полны информации и мнениями. И мы уже и в сюжете нашем сегодняшнем говорили о мнении так называемого вице-премьера подконтрольного России правительства Крыма Дмитрия Полонского, который считает, что Крым будет нарисован в центре Крещатика и не хватит условий для этого. Кроме того, Бальбек, это депутат Госдумы от Крыма и заместитель председателя подконтрольного России Комитета по делам национальности, заявил уже, что инициативу можно якобы сравнить с подготовкой космонавта, ведь Украине до Крыма и Севастополя как до лунной. Как вы можете оценить подобные заявления крымских политиков? Безусловно, подобные действия – это благодатная почва для российской пропаганды и для того, чтобы посоревноваться в гибкости собственного позвоночника и в способностях восхвалять российского царя-батюшку и Россию как таковую, поскольку такие вот гонки и соревнования на то, кто больше полиэбизит, были устроены частью коллаборационной, частью пациентной администрации крымской. Ну, безусловно, конечно же, подобные действия, если не имеют правильной коммуникации со стороны Украины, то они порождают поле для возможных каких-то инсинуаций, манипуляций. Тут во многом есть и промах нашей страны в том, что была сделана заявка, но разъяснено в действительности, до сих пор не было, для чего это делается, что это будет в частности, и во многом здесь проблема даже не в том, что там кто-то будет в России что-то интерпретировать, а в том, что эти интерпретации доедут до украинских граждан как на оккупированных территориях, так и на подконтрольных. И они будут слышать из Куба российскую позицию, а не украинскую. Хотя, конечно же, создание патрульных органов является последовательным правильным шагом, поскольку не должно быть правового вакуума. И есть прокуратура, есть СБУ крымская. Должен быть весь спектр государственных органов создан и восстановлен, и воссоздан на подконтрольной территории. Даже пускай если это будет 3-5 человек, это будет сугубо административной единицей, которая будет заниматься какими-то бумажной работой, а не прямым патрулированием. Здесь же идет разговор, судя по заявлению Авакова, о патрульной службе с машинами, с людьми, выезжающими на трассы. Сегодня мы слушали Владимира Шаблиенко, спикера национальной полиции ВРК Севастополя. Он говорил, что здесь личный состав планируется большой. А вот насколько эффективно, на ваш взгляд, подобное создание полиции? Необходимо ли оно? Поскольку вот это главные вопросы, которые сейчас крымчан волнуют. Чем будет заниматься эта полиция? Где? Сколько людей? И вот насколько эффективна подобная работа? Мол, хватает и действующей уже полиции, МВД Украины, основных подразделений. Нет, ну, судя по всему, эти подразделения будут использоваться на приграниченных территориях, к административной линии, ограничения с автономной службы Крым. То есть, скорее всего, все-таки эта полиция будет действовать в Херстонской области. И в случае чего будет готова для перекидывания на территории, которые сейчас не подконтрольны. То есть, в принципе, с оставлением такой готовности. Действительно, для меня тоже является загадкой, какой будет штат. И какие обязанности фактически будут возлагаться на эту службу. Как по мне, это стоит спрашивать все-таки у министерства, сделать запрос, либо же на публичном мероприятии спросить, поскольку действительно требует определить разъяснение. И во многом сейчас мы можем гадать на кофейные гущи и исходить из того, какое у нас, из каждого из нас есть видение относительно Крыма. По крайней мере, изнутри информация, связь с тем, что все-таки это готовится для того, чтобы патрулировать территории Херстонской области. Однако в благосфере есть уже мнение о том, что якобы целью главной МВД и по созданию патрульной полиции – это борьба за бюджетные средства и за распил, грубо говоря, этих средств. Безусловно, а не без этого. Тут даже к бабке не ходили. В любом случае, конечно же, создание еще одной единицы, само собой дополнительное финансирование, само собой это возможности на этом кому-то нагреться. Это за более чем 20 лет в Украине не изменялось, вне зависимости от фамилий, имен и так далее, и власти. Поэтому, конечно же, вполне вероятно, что преследуются и такие цели отдельными людьми. Но, тем не менее, когда мы говорим о создании какого-то системного инструмента, то, конечно же, в процессе будут пытаться нагреться всем. Но это не может стоять самоцелью. Ведь с этим потом жить и с этим потом работать. Притом, скорее всего, какие-то стратегические цели, как минимум в виде оправдания для создания этой единицы, есть. Другое дело, что нам они пока что неизвестны. И вот тут вся проблема и кроется. Среди журналистов, да, бытует мнение, что Министерство внутренних дел Украины достаточно закрытое сообщество, да, не так просто получить открытую информацию. И вот есть ли риски, что новосоздаваемый орган станет тоже частью вот этого вот закрытого социума, если позволить? Ну, не более, не менее, чем все Министерство. Но, в любом случае, независимо от того, хотят ли они предоставить информацию, есть закон, который обязует, с одной стороны, с другой стороны, это достаточно громкая и прецедентная вещь создания полиции Крыма, поэтому, патрульной полиции. Поэтому, я думаю, что это молчаться неудобно. Более того, если журналистское сообщество изъявит достаточно жесткую позицию относительно получения этой информации, я думаю, никуда не денется, Министерство будет отдастся предоставить. И если уж быть абсолютно честными, то, во многом, это, прежде всего, в интересах самого Министерства. Я думаю, что чисто технологически пиарщики Министерства, Артем Аваковича, специально дают небольшой вакуум информационный, для того, чтобы российские медиа эту информацию раскочегалили, для того, чтобы в Украине они начали говорить, для того, чтобы появилась тысяча одна интерпретация, после чего выйдет министр, либо спикер, выбранный для этого, и внесет ясность. Но перед этим уже фактически информационное поле будет кипеть этой темой, что, соответственно, даст больше информационный выхлоп и возможности конвертации их в электоральные дивиденды и так далее. Ну, будем следить за этой ситуацией. Спасибо вам большое. Напомню, что с нами на связи был украинский политолог Олег Саакян. Это радио Крымреалии. Продолжим после небольшой паузы. Редактор субтитров А.Семкин